Доброе утро! Папуля загнала Рекса. Ну что там, холодно? Так, я завтракаю два бутерброда цикорий с молоком и побегу быстренько во второй заход записывать Антоху в школу. Так, рамки родители привезли. Папа, в общем, растопил нам котел, купили рамки, они в фикс-прайсе, аж 10 штук для всяких детских грамот. Так что, надеюсь, что еще и останется. Не столько уж у нас грамот, но некоторые сюда положим. Ёлку розовую нашу привезли. Доброе утро! Еще раз я уже еду Смотрите, какое небо потрясающее! Я прям еду и, смотри, не на дорогу, а на небо! Оно обалденное! По-моему, сегодня тоже будет теплый день, несмотря на то, что сейчас показывает. Ноль! Но мне кажется, что будет тепло, а вот даже уже плюс один показывает здесь, а я выехала, было ноль. Но мне нравится такой день, он уже светлый, уже это такое хорошее у меня настроение. Надеюсь, сегодня запишу Антоху в школу и можно расслабиться. Так, мы, короче, стоим уже сегодня, ждем, когда откроется эта дверь. Второй день ждем, а она все не открывается. Так, и что тут? Это написан участок, да, нашей школы? Мы куда? А где там горлочивка есть? Горлочивка? Нет, только нет. Улица, ты говоришь, у нас есть Сочинская, да, Олимпийская. А где она, покажи мне? Ужас, я не знаю, на листике есть, видите? А, вот, точно, Олимпийская и Сочинская, да. Боже. Ну что, рассказываю, записала я Антоху, я не помню вообще, я это снимала. Ну, короче, рассказываю еще раз, если что. Антошку записала. В 12, без 10-12 я была дома. То есть, вот я какая-то, шестая или седьмая, заходила в этот кабинет, записала Антоху. Еще 2 человека было, 2 места к этой учительнице, которые мы хотим, там записывают по 25 человек в класс. Вот, приехала, забрала посылку, сейчас покажу, с коробками. Это елку уже родители привезли. Вот, вот такой вот в плоской коробочке была посылка из вкусной мастерской. Там коробочки, во-первых, наполнитель, вот такие вот сердечки, посыпочки. Это для капкейков. Такие вот сердечки милашные, очень красивые. Все было офигенно запаковано. Помимо того, что вот еще наполнитель розовый, голубой. Вот, вижу, вижу, и скотча. Тут не пожалели, не пожалели вот такой вот подложки. Тут все было в подложке. Сейчас надо ее прямо убирать. И здесь сами коробочки. Вот такие вот красивые, с цветочками. Вот тут цветочки. Что еще маленькие, с такими же цветочками. Сейчас. Все просто из-за того, что клейкая лента, все поприлипало немножечко. Вернее, ну, пленка, да, пищевая. Вот такая одна подложка. Не знаю, для чего еще, но пусть будет. Вот такие вот малютки, с сердечками, по-моему, очень красивые. Вот такая вот еще прямоугольная. Они были прям со скидкой, со скидкой, поэтому я их заказала. И вот еще вот такие вот с сердечками. Так, что еще сегодня пришло? Пришли пакетики. Вот они такие, по-моему, вот здесь 25 сантиметров, а тут вроде бы 12. По-моему, такие, в общем, их нужно завязывать. Поэтому я уже упаковала все пряники, которые были дописаны. Сейчас осталось еще пояс расписать. И вот так вот будут в пакетике выглядеть прянички. Вот, мне очень нравится. По-моему, красиво. Еще я испекла бисквит. Вот такой один шоколадный, а один уже обычный ванильный в холодильнике. Вот такой вот бисквит. Он, самое главное, что получился ровный. За счет того, что я взбила белки прям до пены, прям до крема даже. Вот, в общем, минут, наверное, 15 я их взбивала. 10-15 минут ручным миксером, не белки, брешу яйца. Прям яйца с сахаром взбивала минут 10 или 15. Получился прям такой, как крем. И потом не миксером, а лопаткой вводила все сухие ингредиенты. То есть муку, вот сюда вот еще какао и немножечко крахмала. Рецепт с интернета, на самом деле. Вот, и получилось супер. Он получился ровный. И не было вот этой шапки непонятной. Вот, так что сейчас буду наводить небольшие порядочки. И ехать за Григорием, ехать за детьми. Хочу их еще заехать подстричь, если там будут места. В общем, куча планов. Сейчас будем смотреть, что делать, чем заниматься, как это все распределить. Все, я за Григорием. Ну как ты, сына? Че, подстригаться? А папа где? Ну папа же на каком-то там собрании. Сегодня же какое-то собрание. Где собрание? В Доме культуры. Понятно. Так, че, в парикмахерскую? Окей. Гришу оставила в парикмахерской. Антоху забираю. Вот это что? Это коняшка, да? Как конек-горбунок называется. А кораблик... А вон, кораблик наверху на самом, да? Да. Да, вот Антохин кораблик. Это я. С желтыми паросами. Ну здорово. Ну давай, одеваемся и тоже... Ярек приклеил неправильно. Так, правильно-неправильно. Давай, котик. Я пошла Фуньку одевать, хорошо? Придешь, ладно? А где Гриша? Гриша уже в парикмахерской. Его уже подстригают. Сафоню забираем. Ты штаны одел? Да. Давай, теперь обувайте. Это папа. Это... Где? Да это не папа, не переживай. Ты думала, папа за тобой? Нет, это кто-то другой. Давай, одеваемся и сейчас подстригаться. Давай посидеть на другие. Ну да. Тут что-то лепил. А что лепили? Блинчики? Желтенький? Да. Красиво. Да. Так, теперь мы всех заводим в парикмахерскую. Давай. Что хочу вам показать. Пряники-то делала. Все вот эти вот, которые недостающие. И сейчас их упакую. Что ты хочешь, расскажи. Что ты хочешь скушать, расскажи. А Фоня говорит, я хочу скушать пряники. Да? Да. А почему ты хочешь скушать пряники? А мы к бабу, по-моему-то не курили. Да? А маме, да, мало паник. А маме мало. А тебе мало? Да. А маме много? Да. Ауди, какой красивый. А ты будешь вала. Дум, дум, дум. А я так не будешь вала. Да? Да. Что? Что написано? Тут апельсин. Апельсин, да? Да. Хорошо, ну тогда садись кушай, хорошо? А я сейчас буду мариновать гуся в апельсинах. Да. Купила специально на один больше. В общем, у меня будет два с половиной апельсина. Пол апельсина уже отдала Афоньке. Сейчас остальные еще помою. Так, вот такой вот гусь у нас. Это еще с камышеватки к нам. Новогодний был подарок, но на Новый год у нас не было особо гостей. Поэтому мы решили его не запекать. Пока будет обрететь, а нам для Калёна обрететь. Да, должен, где Калёна, приехать. Мы его очень ждем, да? Да. Сейчас приготовим вкусного гуся. Да, вернее, мы сейчас его замаринуем, а завтра уже поставим в духовку. Что я хочу сделать? Это все сочиненное сейчас. Так, жирок отсюда, я так думаю, что нужно поубирать. Мам, я пюре. Я пюре. Я пюре. Я пюре. Я пюре. Любит? Пюре любит? Да. У меня пиво. Пиво? Я пюре. Я пюре. А ты что любишь? Колу. Колу? Понятно. Так, будем мариновать его с апельсинами. Я думаю, что какие-то апельсины мы положим внутрь, а намажем его цедрой апельсиновой и там всякими приправками. В общем, сочиняю на ходу, это называется. Что я делаю? Приготовила некий такой соус, если это можно так сказать. Здесь цедра двух апельсинов. На терке я и сделала, поэтому она такая вот на мелкой. Все-таки полосочками. Майонез, соль, нет, соль вот здесь я присолила просто гуся. Здесь просто перец, еще такие переправки немножко какие-то там к мясу. Майонез, сок половинки апельсиновой. И сейчас я этим всем намажу гуся и внутрь порежу, заложу вот эти вот апельсинчики. И вот такая вот, будет что-то вот такое мариноваться, а завтра его в духовке пожарим. Если честно, вообще что-то делаю в апельсинах в первый раз. Сержуня вообще не любит сочетания сладкого и мясного. Вот эти все сочетания курицы с ананасами мы вообще не готовим. Поэтому это первый раз. Не знаю, понравится ли ему или нет, но будем пробовать. И если вы вдруг так готовите, напишите, нравится вам или нет, потому что мы об этом узнаем только завтра. Так, сейчас буду мыть овощи. 4 картошки, 2 свеклы, 2 морковки. Это для шубы. Давно уже не готовила шубу. И честно, даже не знаю, много я варю или мало. Уже даже забыла эти пропорции. На одну селедку у меня будет. Так что сейчас надо хорошенечко все помыть. и отворить. Я с ними потанцую. Дельфинарий смотрят мальчики, как мы были, да? А, это не мы были. А где мы были? Включить? Да. Или нет? Да, мам. А потом мы отмечем. Давай. А ты будешь со мной плавать? Как мы были в дельфинарии, да? Да. Не, внизу. Прощай, она надо оба. Прощай, она надо оба. Прощай, она надо оба. Прощай, она надо оба.